Вадим Переверзин Автомобиль наш, сделали проект мы, естественно, с участием партнеров, как создается любой современный автомобиль. Что касается компании Porsche Engineering, то мы в сотрудничестве с ними создали вот этот двигатель, это базовая восьмерка, базовый двигатель нашего семейства. Это мотор V-образный, 4,4 литра, мощностью 600 л.с. Я слышал, что они очень много начинили вам электроники сюда, и это своего рода игла, придется ее покупать за немаленькие деньги. Как вы себе это представляете? Опять же поправлю, что электроникой начинили мы автомобиль. Это даже не столько связано с двигателем. Электроника пронизывает буквально все системы нашей машины. И здесь поработала команда наших российских электриков, электронщиков. У нас в «Наме» создана, пожалуй, самая мощная в нашем автопроме команда специалистов по автомобильной электронике. Естественно, мы работаем в сотрудничестве с такими компаниями, как Bosch, например. Но основной объем работ делаем самостоятельно. Вся концепция, архитектура – это тоже плод работы нашей команды. Я по поводу коробки в прошлый раз волновался очень. Как она стыкуется с этим мотором? Что за коробка? Вы говорили «чисто российская». Чисто российская, компания «Кейт», 9-ступенчатая, автоматическая. Мы сейчас завершаем доводочные работы по автомобилю в целом. Но, по сути дела, это уже готовый продукт. Сейчас автомобиль готовится к выходу на открытый рынок. И, естественно, мы обязаны обеспечить соответствие по качеству, по другим характеристикам, тем высоким требованиям, которые предъявляются на рынке для любого автомобиля, тем более для автомобиля такого высокого уровня. Подвеска. Один вариант – пневмоподвеска или есть два-три варианта подвесок? Базовая версия в данный момент – это пружинная. Также будет и пневмоподвеска для автомобиля «Седан» и для будущего автомобиля «Севей». Мы о полном приводе заговорим. То здесь что? Какой здесь дифференциал стоит? Дорсен? Что здесь? Механика? Электроника? Нет. Здесь стоит система последней генерации, которая получает все большее распространение у именитых автомобильных компаний. Это автоматический контроль, то есть система автоматического перераспределения крутящего момента за счет муфты с электронным управлением. Данную систему мы разработали и довели с участием мирового лидера компании «Магна». Но опять же, это разработка специально под наш автомобиль. А сзади муфта есть в заднем приводе? У нас муфта выполняется межосевая, скажем так, в раздаточном редукторе. Сзади блокировки дифференциала как таковой нет, но за счет продвинутой системы ESP у нас обеспечивается подтормаживание колес в случае необходимости, в том числе и прогруссирование. Подруливание? Подруливание как такового в задней подвеске нет. Вот, но сама по себе подвеска это мультилинк, то есть очень совершенная, с выверенной кинематикой. Стоит отметить, что не передняя, а задняя подвеска создана почти полностью из алюминия. Багажник, я что-то смотрю, небольшой совсем. Нет, багажник достаточно большой. Сколько литров? 500 с чем-то литров. И снизу не вижу запасного колеса. Запасное колесо это сейчас как принята уукция. Давайте сядем за руль. Ну, видела, руль в право с вами все. Вадим, там ведущая говорит о русском президенте. Какие-то уже были отзывы с его стороны? Насколько я знаю, все отзывы позитивные. Секрет. Секрет. Ну, иначе, как. Ну, иначе, как. Как-то. Ну, иначе, как. Они тоже расчиняются. Доброе. Доброе. Автомобиль не спортивный, с упором на комфорт, но управляемость и устойчивость на высоком уровне. У нас имеется центральный дисплей, основной с управлением через джойстик на передней консоли. Сюда можно выводить множество функций, как управление автомобилем, его системами, климатическую установку камеры, аудиосистемы и т.д. Также стоит отметить сам приборный щиток, комбинацию приборов, она тоже выполнена в виде дисплея, на котором выводится масса информации, также можно ее перегонтикурировать. Что касается мультимедиа, имеются также два экрана на спинках передних сидений для задних пассажиров. Какая максимальная скорость? У этой машины максимальная скорость 250 км в час, ограниченная электроника. Разгон до сотни? Порядка 6 секунд. Специалисты ГОН участвовали в финальной доводке автомобилей, и мы выучили все их замечания и пожелания. Как вы видите модельный ряд? Модельный ряд состоит из автомобилей седан, лимузин, SUV, MBV. Это модели, над которыми мы сейчас работаем очень плотно, часть из них уже бегает по дорогам Москвы. Также есть и продолжение этого модельного ряда, мы работаем на перспективах. И какая сейчас перспектива по годам? Когда мы увидим, вот вседорожник всех хотят? Скажем так, внедорожник мы увидим уже в этом году, первые прототипы. То есть можно пойти и купить? Нет, мы увидим в виде первых прототипов. А что вот уже можно купить? Принимаются заказы на автомобиле седан. И какая цена? Советую пообщаться с нашими коллегами из отдела маркетинга и продаж. Обратитесь в пиар. Пиар не знает. Обращаюсь к вам. Я знаю. Публикация цена будет 15 апреля. Это будет Россия, российская цена. До этого времени вы не можете отказаться. Не хочу. Могу, но не хочу. Ну намекните нам на какой уровень ориентироваться. Нет. Извините. У нас внутри компании есть стандартный процесс согласования. И этот процесс не закончился. 15 апреля уже скоро. Скоро. Это год. Этот год. Вам удачи и успехов. Мы очень будем болеть за вас. Спасибо. Это хороший выход в Женеву. Ты видишь нас с тобой в этой машине? Чтобы мы ехали как нормальные люди. Ты видишь? Ты видишь? Только я взрываю. Ну как пить? Хорошо. Как это хорошо? Хорошо. Сидеть очень удобно. Очень комфортно. Ножки как бы. Ножки отличные. Ногам свободны. Даже на шпильках очень свободны. Посадка. Посадка реквейер. Как известная пилотесса. Ты сразу найдешь, где здесь будет кнопка старта. Вот, конечно. Заботим? А сколько бриллиантиков нужно иметь на руке под этой кнопочкой? Ну, ровно в два раза больше, чем стоит машина. У тебя сколько достаточно лошадей? 500. 500? Да. До круглого числа. 501 тогда. Разгон до сотни. Разгон до сотни. На такой машинке? Может, тебя устроили? Ну, мы же говорим про эту машину. Но я об этом и говорю. Сколько тебе устроили? Не знаю. Наверное, секунд семь вполне достаточно. А чего ждешь ты от этой машины? Что жду? Что жду? Что жду? Хорошей реакции, комфорта и мягкость. Знаешь, хочется все-таки бальяжности и мягкости. Но при этом, чтобы она была очень приемистая и отвечала нажатием на педаль. Нежность ты ждешь, да? Конечно. Как любая женщина. Ну, теперь тебе только осталось выйти и зайти к дереву. Я, пожалуй, сейчас заеду именно эти педали.